Второй год общественная организация «Деловые женщины Абхазии» проводит национальный конкурс «Бизнес-леди», в котором с помощью СМС-голосования из нескольких претендентов, добившихся успеха в своем деле и ведущих социально-ответственный бизнес, выбирается победительница. На церемонию награждения пришли президент Александр Анкваб, вице-президент Михаил Логуа, премьер-министр Леонид Лакирбая, представители государственных структур, деловых кругов и общественных организаций. Звучат приветствия от организаторов и гостей конкурса. Все, кто находится сегодня в этом роскошном зале, кто пришел на этот праздник, пришли честовать вас, милые наши финалистки, пришли порадоваться вашими успехами, увидеть ваши достижения. И ведь именно вы, я обращаюсь к нашим женщинам, к нашим финалисткам нашего конкурса, вы своим трудом делаете нашу жизнь красивой. Хочу поприветствовать вас от имени руководства нашей страны, пожелать вам успехов, поздравить вас с Новым годом. Я хочу поздравить победительницу конкурса «Леди Босс». Мы абсолютно уверены в том, что выбор будет правильным и пожелаем ей и всем вам в Новом году мира, счастья и благополучия. В этом году в финал конкурса вышли семь представительниц делового сообщества. Видеоролики, которые демонстрировались в зале, рассказали о характере их бизнеса и принципах, ставших залогом успеха. Жанна Барциц из Гагры, Анжела Дарчан из Кварчала, Элита Кокалия Хурхумал из Сухума, Нара Пилия из Сухума, Нана Сванидзе из Ачимчиры, Инга Убилава из города Гал и Эмма Харчилава из Сухума. Все они получили награды по различным номинациям, объявленным в условиях конкурса. Кроме того, настоящим сюрпризом не только для бизнес-леди, но и для всех гостей праздника стало дефиле, где в роли манекенщиц выступили известные в республике дамы, перешагнувшие 40-летний рубеж. Порадовали всех и самые юные представительницы прекрасного пола в роскошных бальных платьях. Презентацию финалиста конкурса оживляла разнообразная концертная программа. Наконец настала кульминация вечера. Право объявить победительницу было предоставлено депутату парламента Баталу Кобахе. Номинантки, вы готовы? Не, ну это не так сложно. Эмма Харчилава! Эмма, я представлю тебя. Интересно заниматься тем делом, которое ты умеешь делать, и делать это хорошо. Я думаю, что в принципе мы все делаем свое любимое дело, поэтому так получается. Большое вам всем спасибо. Эмма Харчилава также получила подарки от спонсоров мероприятия, друзей и от победительницы прошлогоднего конкурса Людмилы Лолуа. Вручая как бы эту эстафету, я хочу сказать, что я очень ремо ценю это звание. Звание бизнес-педи. И всей своей деятельностью в течение года постаралась делать все так, чтобы не подвести всех тех, кто за меня голосовал. В завершение вечера организаторы поблагодарили оператора сотовой связи «Аквафон» и других спонсоров за оказанную помощь.